Так как в нашем обществе в последнее время достаточно опасно говорить о той или иной религии, чаще всего именно о той... Привет, закон об оскорблении чувств верующих! Сразу же хочу предупредить, все совпадения с реальными верованиями случайны. Сегодня мы будем рассуждать, ну, во всяком случае, в начале, исключительно о вере во всемогущество сырного крекера. Выдохните. Глубокий вдох. Пару лет назад в ролике «Религия против атеизма» я уже высказывал свою точку зрения. И за это время она не поменялась. Если ты поклоняешься сырному крекеру, флаг тебе в руки. Строишь всю свою жизнь на основе его учения. Замечательно. Отдаешь своих детей в особые школы. Ключевое слово. Особые. Где... А, ну то есть это еще и тупой атеист одновременно, окей. Заебок, заебок. Сырный крекер. Ба, все охуенно. Понятно. Он относится к религии так, как к женщинам относились те чуваки, которые вот в лесах хотели вывезти, блядь, и оставить там. Абсолютно аналогичное отношение к религии. Без какого-либо понимания того, что в них происходит. Замечательно. Без понимания всей культуры, всех многогранных традиций, того, как складывались доказательства, опровержения. Вообще, вне контекста, просто религия – это хуйня, потому что сырный, блядь, крекер, блядь, колобок и так далее. Шикарно. Им с первого класса будут рассказывать, как сырный крекер сотворил мир. И с тестой... Тебе с первого класса рассказывают, как, блядь, большой взрыв сотворил мир, и ты, блядь, даже не понимаешь, что это такое, ты его никогда в жизни не видел. Тебе в школе рассказывают, что вот, как бы, животные произошли в процессе эволюции, ты тоже ее никогда в жизни не видел, наверняка, прям уверен, да? Тебе про какой-то, блядь, космос рассказывают, ты его тоже никогда в жизни, на самом-то деле, не видел. Тебе обо всем рассказывают, чувак, не важно, откуда это, из религии, из науки, из философии, ты, блядь, как бы, ты все нахуй потребляешь, чувак, чё, чё за бред? ...плавленного сырка, имеешь на это полное право. Считаешь, что было бы очень неплохо, если бы все остальные жили в соответствии с заветами крекера. Приветствую, акселератор. Но при этом держишь это мнение при себе, и никому его не навязываешь, нормас. А вот если ты начинаешь задвигать речь... Ты навязываешь нам свое мнение сейчас, задвигаешь речь, сдвигаешь антирелигиозную вещь, там, феминизм тоже распространяешь, не пизди тогда, например, да? У тебя есть свое мнение, просто не пизди, блядь, заткнись, удали, блядь, канал тогда. Понимаешь, чувак? Ты науку, блядь, распространяешь, а вот по твоей логике нельзя, блядь, распространять науку. Нахуй, иди отсюда своей наукой, как бы. Закройте научные учреждения, школы все закройте. Ну вот, получается, тогда правильно будет. Никто никому ничего не навязывает. Что это значит? Это значит, что в мире не должно быть ни образования, ни школ, ни университетов, так да. Все, все должно быть чисто. Никто никому ничего не навязывает. Вообще ничего. Что нужно перестроить светское государство на религию. Светское, светское государство, светское, блядь, светское. А чего ты мне светское свое навязываешь? Нахуй твое светское государство. Что ты, блядь, приебался-то своим светским? Долбоеб, короче, еще один, который хуйни начитался и теперь, в общем-то, выдает свою хуйню из головы религиозную за какую-то антирелигию. На самом деле, очередной долбоеб в череде других долбоебов, которые, блядь, ничего не понимают, не умеют беседовать с представителями других мировоззрений. И вместо этого просто говном, как бы, в разные стороны кидаются. Зам-е-ч-а-тель-но. Религиозный лад утверждает, что все вокруг обязаны жить не в рамках закона, а в первую очередь... А почему я обязан жить в рамках закона вообще? Стоп. Мы никому ничего не навязываем, соответственно. Законы, блядь, тоже не должны мне быть навязаны, блядь. Я никому не навязываю свои постулаты, законы своих верований, допустим, да? Никому не навязываю же. Ну, зачем мне навязывать кому-то законы там своих верований, правильно ведь? Ну и тогда почему какие-то другие долбоебы в виде законов, блядь, в виде законов пропихивают свои верования и постулируют их через различные организации типа судов, полиции? Какого хрена? Давайте отменим. Не, ну то есть, ну блядь, ну да, анархизм тогда, давайте, если уж анархизм, давайте по-большому анархизм. Че уж тут. А то какая-то хуйня получается, дискриминация каких-то отдельных религиозных верований просто, блядь, потому что? Просто потому что? Заебись, охуенный принцип. ...по заветам. И при этом удивительным образом из всего многообразия религиозных постулатов правильными оказываются... ...исключительно те, которые разделяешь ты. Удобно, правда? Требуешь, чтобы образовательная система всего государства... А напомню, нас проживают не только сыропоклонники, но и христиане, и мусульмане, и буддисты, и атеисты, и... Ролик не резиновый, а жаль. Так вот, весь образовательный процесс должен наконец-таки повернуться лицом к сырному крекеру. Непонятно, правда, почему... Так а почему он поворачивается лицом к научному сырному крекеру, блядь? Почему науку преподают в виде монополии? Почему философии разные не преподают? Почему эти учения не преподают? Почему, блядь, образование должно строиться по догматическим меркам ебучих, блядь, светских дегенератов, с одной стороны, а с другой стороны, ебучих тупых атеистов? У меня вопрос возникает, радикальный вопрос. Какого хуя? Ну вы либо преподаваете тогда все, блядь, либо ничего, полная анархия, да? Либо все плюралистично пытаемся подойти и побольше всего изучить. Либо вот давайте откажемся просто от преподавания, раз уж... Раз уж так, ну потому что с наукой вот это вот высказывание нет, это другое не работает. Все те претензии, которые этот тупой школьник выдвигает в адрес, собственно, религии, можно в адрес науки, как бы, направить. Без каких-либо изменений, даже формулировок. Именно к нему, и что в этом славном обществе будущего делать неверным, ну, наверное, так нужно. Так, блядь, а что в обществе науки делать тем, кто науке неверен? Вопрос возникает тоже сразу. Страдать, что ли? Ну, вот ты науке не придерживаешься. Тя на нормальную работу уже, скорее всего, не возьмут, если ты будешь очень рьяно озвучивать свои взгляды. Люди будут смотреть на тебя, как на отбросы, скорее всего. Будут смотреть на тебя, как на отбросы. И даже если ты умеешь хорошо манипулировать разными практическими данными, все равно ты можешь пойти нахуй, потому что, ну, ты скажешь там, ну, не, я не заканчивал университет, а там у меня нет физического образования, но в инженерии я шарю, допустим, да, вполне возможная ситуация, на самом деле. Вполне, вполне теоретически возможная ситуация, особенно смотря какие области инженерии захватывать. Джон Дай пишет, Рыбникова же взяли, но Рыбников это исключение. Тут пишет, разве все или ничего не крайности, может лучше золотая середина, но я все-таки, я все-таки агитирую за то, чтобы мы стремились ко всему. Конечно, все изучить у нас не получится, но хотя бы стремиться к этому мы можем. Включить в наше образование очень много всего. Очень много всего разнородного, как минимум, чтобы у людей был шанс с большей легкостью выходить на новые мировоззрения, там, например, какой-нибудь философский базис, в общем, сформировать людям. Нужно уже в школе, чтобы у них какая-то альтернативщина была в голове, а не просто тупо монополия ебучей науки, гуманизма, не знаю, и прочего говна, который в европейской культуре царит безальтернативно еще с начала нового времени, понимаете? Чем вот это не религия просто? Чем вот это не религия? Чем светские вот эти вот все хуйни, ну, чем они противоположны религиозному? Вот на самом деле, в корне, чем они противоположны тому, что мы называем религией сейчас? Да, они не христианские, они не христианские, и все светские институты, они сформировались на противоречии христианским институтам, то есть, понимаете, в чем дело? Да, да, вот здесь произошло разделение между христианством и светским, светским и христианским, действительно, такое имеет место, но мы в наши дни называем религиями буддизм тот же, бывает даосизм называем религиями, бывает даже конфуцианство религии называют, тут такой диапазон мнений настолько разных, Там ни богов бывает, ни духов, ничего, ни во что не верят, а все равно религия. Все равно религия. Ничего там нет, но все равно религия, потому что не наука и не философия, собственно. По такому принципу. В учебниках по философии нет? Нет. Наука? Не наука. Все, религия автоматически. В общем, относительно светских... Короче, я о том, что все светские институты можно также назвать религиозными, только если мы не подразумеваем подрелигиозными чисто христианские институты. Все здесь довольно просто. Теперь оставим сырный крекер в покое. Навсегда в сердечке. И перейдем к российским реалиям. Минутка позитива. Последние полгода я нахожусь в состоянии перманентного шока от тех предложений, которые в каком-то неимоверном количестве начали озвучивать религиозные деятели. Мы сейчас находимся с вами на очень тонком льду. И одно дело, когда священнослужитель обращается к верующим, людям, разделяющим его мировоззрение. Это его работа. И совсем другое, когда религия пытается пролезть в законы, в систему образования. А почему религия не может пролезать в законы и в систему образования? У меня тоже еще один вопрос неожиданно. Какого хуя? В чем проблема? В чем проблема? Какому-то долбоебу очкастому не нравится, что в общем-то некоторые религии могут пролезть в образование. Тем более, что их долгое время там почти не было. Ну и что значит тем более? Ну тем более, а почему религия не должна быть в рамках образования? Какие-то, блядь, светские догмы должны быть, да? Какие-то научные догмы должны быть, а религиозных не должно быть. В чем фишка? В чем, блядь, в чем проблема? Ну вы не хотите быть вообще без догм? Хотите быть вообще без догм? Обращайтесь к Александру Шадову и отказывайтесь от любого образования в таком случае. Все, давайте быть абсолютными скептиками. В таком случае нам ни наука не нужна, ни философия, ни культура, ни искусство. От всего можно будет отказаться. Вообще от всего. Полностью очиститься тогда можно. Если вас не интересуют какие-то убеждения, особенно непроверенные, а научные убеждения, большинство из них не являются достоверно проверенными, да? Особенно те убеждения, которые в школе вещаются. Ну вот, давайте откажемся от всего этого. Ну вообще от всего, что сомнительно, откажемся. А сомнительно в конце концов все. От всего отказываемся тогда. Ничего не остается. Никакого образования, никакого знания, ничего. Сидим, блядь, и молчим. Просто анархопримитивизм. Да, правильно, Джон Дой. Анархопримитивизм будет. Зыбись. Ну, я вот не понимаю вот этого, знаете? Нет, а вот наши взгляды, вот наши взгляды, они другие. Они не такие. Да, да. Нет, это не догмы. Нет, 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 блядь. Нет, ну конечно, за гуманизм я и бошку вам отхуячую с пистолета, блядь, да? В революции, в французской революции, да, убивать буду вас прям толпой расхуяривать. Без проблем за светские всякие там догмы, нормы. Буду, блядь, убивать ваших детей, нахуй, голову им, блядь, резать томогавками, допустим. Но! Не-не-не-не-не, это не догмы, это не догмы. Но за свои права надо бороться, бороться за свои права надо. Убивать надо тех, кто со мной не согласен. Свергать плохих правителей. Но это не убеждение, нет, это не мнение, нет, это не религия, ни в коем случае. Нет, 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 нет. Не-не-не-не-не-не-не, я же в это не верю, но я просто, блядь, людей буду пиздить, убивать и сжигать, блядь, города, потому что я ебаный либерал, например, да? Или кто-нибудь еще, либо феминист, блядь, либо еще что-нибудь. тут сверху я просто я не понимаю вот это вот принцип нет это другое он он такой тупой пиздец меня бомбит от этого чувака про начинает влиять на жизнь не только свои паствы но и всех остальных создается ощущение что наличие этих самых остальных уважаемые ораторы просто не догадываются и важно понимать когда к чему-то призывает священнослужитель это не просто свободное высказывание гражданина российских и когда к чему то призывает учёное то не просто высказывание гражданина российской федерации вариации все мы бываем немножко эксцентричной нет ученые тоже бывает немножко эксцентричных cesbo вам религиозные дети например славев савельев сою striving многие верующие относятся как кости не вот ну например словам многих ученых люди относятся как истине город бывает просто хуйню какую-то ученые говорят и просто Это просто замечательное высказывание про теория Всеволода Чаплина. Оно наверняка понравится студенткам и старшеклассницам. Женщина должна за воспитание трех и более детей получать столько, сколько позволило бы ей сидеть дома. А вот вуз на бюджетное отделение, ее нужно принимать после рождения второго ребенка. Безо всякой болтовни насчет равенства. Просто потому, что так надо для страны. Хочешь получить образование? Охуенно! То есть религия это плохо, потому что какой-то, блядь, Всеволод Чаплин, какой-то, блядь, один долбоеб среди огромного количества, колоссального количества верующих, написал какую-то хуйню. Все религии автоматически становятся мусором, понимаете? Буддизм, даосизм, конфуцианство, да еще философию давайте туда тоже засунем. Философия тоже уже говно на самом же деле. Ну давайте признаем честно уже, да, ну по сравнению с сиентизмом, с наукой. И философия говно, да, давайте, давайте все сразу распространять, все религиозные высказывания еще и на философию, блядь. Да и вообще на все, вообще кроме науки, ну просто, просто нам делать же нечего, да? Какая разница? Рожай двух детей и получай. Ну то есть это реально, это единственный аргумент, ты просто, блядь, взял высказывание Всеволода Чаплина, которого не одобряет, наверное, половина почти всего духовенства, ну прям вот очевидно не одобряет. Образование. Безо всякой болтовни насчет равенства. Здесь прекрасно каждое слово. Ну а на все возражения ответить просто. Демографическое выживание страны важнее свободы рынка и вообще личной свободы. Важнее демократии, важнее всего. И люди должны принять то, что для демографического спасения страны их жизнь, каждую жизнь придется серьезно поменять. Да, то есть мнение отдельно взятого священника может считаться за позицию церкви, может быть, или, может, ну, и в этом можно счесть за религию, религию может быть, как-то, может быть, вообще как-то связано с религией. Может быть, это не мнение отдельно взятого, блядь, мужика, да, какого-то, ну, в рясе. Может быть, это не мнение какого-то просто, блядь, чела отдельного. Нет, нет, да, наверное, мнение всей религии. Это, может быть, сам патриарх, да, говорит. Демократия, права человека, демократия и права человека тоже религиозные штуки, на самом деле, блядь. Почему мы все должны быть равны, чувак? Вот скажи, почему мы с тобой должны быть равны? Смотри, ты какой-то, блядь, зачеканец слабый, гомосексуальный, неполноценный, у тебя плечи, блядь, узкие, как у девочки, у тебя голос какой-то странный, прическа убогая, у тебя мышцы нет, я тебя отхуярю за три секунды, а кто из нас умнее, да, с другой стороны? Кто из нас умнее? Ну, Александр Шадов, видимо, у меня кандидатская степень по философии есть, я, то есть, ну, я кандидат философских наук формально, да, кандидат философских наук. У меня еще и зрение хорошее, я по всем критериям, я по всем критериям практически без исключения лучше этого человека. Почему? Почему должно быть равенство? Вопрос. Нет, это не Эд Хоминем. Вопрос. Почему должно быть равенство? Ну вот, я лучше, я во всех смыслах лучше его, я во всех смыслах лучше его, я ученый, я спортсмен, я отлично вижу, у меня хорошее зрение. Что еще? Ну, у меня канал поменьше, допустим. Ладно, канал у меня поменьше. Я не перехожу на личности акселератора, я примеры привожу. По какой причине, по какой причине, по какой причине у нас с ним должны быть равные права? По какой? По какой причине у Эйнштейна и у этого чмошника должны быть одинаковые права? По какой причине, допустим, у Гегеля и у этого чмошника должны быть одинаковые права? Вопрос, да? Вопрос. Откуда это берется? Откуда? Это не религия, это не вера, это не просто мы так придумали, вот просто потому что. Просто потому что там христиане, кстати, христиане, скорее всего, эту догму нам и навязали, но о равенстве всех перед Богом, но это, скорее всего, вообще христианская изначальная штука. Но просто большинству греков, на самом деле, было очевидно, что есть люди получше, есть люди похуже. Еще Бионт, один из семи греческих известных мудрецов, говорил о том, что худших везде большинство. И, соответственно, когда речь идет о лучших, то есть интеллектуально лучших, интеллектуально более полноценных, более целостных, более духовных, более там, не знаю, более, в общем-то, важных персонажей для общества, для них мы можем делать определенные поблажки. Другой вопрос, другой вопрос, что вот эти вот люди, которым мы делаем поблажки, иногда могут оказаться не лучшими, и тогда проблема, когда мы там, например, олигархов делаем такими людьми, правильно? Ну, олигархи отстой. Олигархи отстой. Ну, то есть, да. Но есть, например, аристократы, то есть, допустим, люди умные, начитанные, полезные, занимающиеся, там, допустим, науками, дисциплинами какими-то, развивающими мир, философией занимающиеся, да, и вот таких людей, может быть, вот по отношению к ним, может быть, и следует делать какие-то исключения и несколько расширять их правовое поле. Почему нет? Почему нет? Почему мы берем модель равенства здесь? Это не религия? Это вообще, по-моему, просто религиозный постулат, который, как бы, просто перешел в политику. Гомография. Окей, скажете вы, протерей Чаплин давно... А, аргумента в ответ не будет, окей, понял. ...известен своими резкими высказываниями. И от лица православной церкви он давно уже не говорит. Соглашусь. А вот председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протерей Дмитрий Смирнов, говорит. И очень часто. Казалось бы, учителя и религия. Как они связаны? Я вас умоляю. Сейчас вы узнаете, кому не стоит работать в школе. В государственной, не православной гимназии. У нас нет даже в русском языке женского рода от слова педагога. Это не женское дело. У женщин не хватает дальновидности. И все учителя женщины встали и вышли. Вы не знаете, вот русская народная пословица, они у нас все гениальные. Волосы длинные, ум короткие. Просто сама психика с такой стороны. Мужчина смотрит дальше. Поэтому, когда поступает к нему в первый класс мальчик, он должен видеть перспективу на 10 лет. Окей. То есть, в качестве примера того, что не нужно в школу пускать священников, мы приводим вот этого человека, который позволял себе очень разного рода высказывания, как в адрес всего антирелигиоза, вообще в адрес всего чего угодно. Это у человека очень много спорных высказываний. Начнем с того. Человек довольно-таки носит спорный характер, честно скажем. Его лекция выдается за нечто, в общем-то, обязательное. А что мы скажем про училку, обычную в школе, которая, например, может палкой побить, указкой избить ребенка, наорать на него, может быть, даже покалечить или что-нибудь подобное. Вот смотрите, если мы приведем в качестве примера вот эту училку, это будет ли значить, что учителя не должны учить детей? Ну просто по логике, которой вот следует данный молодой человек, если один священник показывает себя плохо, как преподаватель, значит и все священники плохи. Но в таком же случае, если мы такую неправильную логику распространяем и на обычных учителей, значит, что если один учитель плохо, или даже, даже катастрофически плохо учит детей, настолько катастрофически, что ему приходится применять физическую силу против детей, да? Если хотя бы один так делает, то и все учителя тоже плохи. Нет, так это не работает, так логика не работает, соответственно. Есть огромное количество хороших, профессиональных, в общем-то, деятелей, которые могли бы заниматься преподаванием религии хорошо, замечательно, без всяких выдающихся таких высказываний. И даже сообразуя отчасти религию с другими науками, не как бы, не противоречат данным из других наук, соответственно, многие как бы попы могли бы хорошо преподавать. И я знаю много грамотных людей, много грамотных батюшек, которые, ну, вполне так себе могли бы справиться с классом без проблем. Он должен видеть, угадывать, он должен смотреть, как в классе что происходит. Должен троллировать. Мне просто интересно, какое говно в голове у этих атеистов? Ну, то есть, почему в России нет ни одного нормального атеиста известного? Это же, блядь, это катастрофически. Это просто катастрофа. Насколько близко знаешь батюшек? Ну, я в церкви работал, акселератор, конечно, я знаю батюшек. Весь учебный процесс. И во-первых... При том, что я абсолютно не православный, не религиозный человек, я знаю большое количество хороших, интересных и умных православных людей, которые при этом еще и сан имеют. В том числе, в том числе, часто имеют сан. Согласен, Белл, согласен, Белл, но здесь речь идет о разных теориях устройства общества. Есть такие теории устройства общества, в которых вот люди, тупые люди, не смогут получить высокое положение, понимаете? А есть такие устройства общества, как, например, в России, когда наоборот тупым людям, наоборот, очень легко получить власть. И деньги, и средства, и высокое положение, да. Ну, я бы, знаете, что делал? Я бы, например, в случае получения кандидатской степени человеком, я бы вводил, как бы, знаете, право на убийство. Во! Во! Возможность права на убийство. То есть у человека есть кандидатская степень, он может без каких-либо проблем, например, убить человека без кандидатской степени. Как вам такой закон? А мне нравится. Мне нравится. Такс. Из-за криков, истерики пытаются побороть класс. Сила характера, умение объяснять, удерживать внимание аудитории. Возможно, все это зависит от личности конкретного человека. Да не, бред какой-то. Исключительно от длины волос и пола. Поэтому сейчас в школах очень активно учат молодых людей иметь мнение, выражать это мнение, оспаривать это мнение, отстаивать... Не, не учат. Не, не учат, чувак, сорян. Ты не знаешь, что происходит. Считается, что это очень важная вещь, именно формирование личности человека. Гиперхаус, я не кидал страйки на вас. Ща, я у менеджера спрошу, но я не кидал. Ща. Ну, формирование какое? Ведь современная школа, она и... Я вообще ни на кого страйки не кидаю. То есть, я в принципе ни на кого страйки не кидаю. Гиперхаус, я даже не знаю, как это делать. В теории я мог бы подумать, не, 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 не. Никто из нас не кидал, никто из нас не кидал. Все нормально. То есть, скорее всего, реально за Гочи Миксы или за что-то похожее. Тем более, вряд ли, два страйки, наверное, не страйки все-таки. Это из этой безбожной либералистической религии. Это и есть религия Антихриста. Интересно, а из какой религии должна исходить современная, подчеркну, государственная школа, если в ней обучаются не только православные подростки? Я хочу, чтобы моего ребенка воспитывали в традициях православия. Я отдаю его в православную гимназию. Логично. Я вижу своего ребенка олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике. Записывал в соответствующую секцию. А не удивляюсь, и почему это в школе? Гиперхаус, наверное, не так давно на ютубе. И там, в общем... Это не страйки вроде бы даже, гиперхаус. Это как бы запрет на монетизацию. Запрет на монетизацию. Это не страйки. Страйки это, если вы вообще не можете ничего выкладывать на канале. Потому что, ну, меня тоже за эту музыку могли бы застрайкать, скорее всего. Если бы это автоматически было. Ну, то есть, если это конкретно страйки, я хэзэ что? Потому что я в таком случае как раз тоже, ну... Должен был бы подвержен быть этим же самым страйкам. Это не страйки, скорее всего. Страйки... Если бы это было два страйка, вы бы уже не могли выкладывать видео на протяжении многого времени, в общем. Вот. Я сам с системой страйков давно разбирался. Но я принципиально никого не страйкаю. Если меня кто-то смотрит, это для пиара моего канала. Тут вообще даже не важно, какие у меня взаимоотношения с людьми. Смотреть меня можно. Всем никаких страйков. Никогда. По крайней мере, ну... По крайней мере, пока у меня очень мало людей. По крайней мере, пока у меня мало людей. Никаких. Никаких страйков никому не будет. Прям клянусь. В каких бы мы враждебных или невраждебных отношениях не находились, никому никаких страйков. Вот прям вот клянусь. Прям вот вообще. Коли, все между брусьев не летают. А все и не должны. Дело школы подготовить человека к жизни. Главная тема, это что, геометрия или география? Нет. Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное, чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью. А че нет? А почему бы и нет, например? Ну, то есть, давайте так подумаем. А что чаще пригождается людям? Геометрия и география, с одной стороны, или быть или не быть матерью или отцом? То есть, по-моему, по моим наблюдениям, большинство людей становится матерями и отцами. Большинство людей становится матерями и отцами. С одной стороны. С другой стороны, большинству людей не нужна, например, математика по большей части. Ну, вот, вот, мы берем и отрезаем сразу математику после шестого класса. И большинству людей все, что после шестого класса, подавляющему большинству, уже не понадобится. Ни какая там тригонометрия и никакие там другие, в общем-то, материалы, которые связаны с математикой после шестого класса, уже не нужны. Геометрия так вообще большинству не нужна будет. Ну, то есть, геометрия довольно интересный предмет, но он именно интересный. Он понадобится только специалистам. Людям, которые там с черчением будут работать, с физикой, например, будут работать, с инженерией, да, но это далеко не все. В школах и универе вообще не учат тому, что поможет подняться. Вполне возможно, был. Но тут дело заключается в том, что вот это высказывание про теория, да, оно нормальное, слушайте. В нем проблемы никакой особо нет, оно терпимое. Напомним, что Смирнов в октябре 2019 года заявил, что главным предметом в современных российских школах должны стать основы семьи. А че нет? А почему бы и нет? Ну, то есть, ну, допустим, пусть будут основы семьи. Может быть, я тогда бы и действительно, у меня дети были бы в итоге, да, если бы у меня были основы семьи, я бы, может быть, загорелся, захотел бы завести семью. Но я не хочу завести семью с другой стороны. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы вести в школах основы семьи. Ну, а че нет, как бы. Все равно на правовом уровне никто не заставляет заводить семью. Ну, допустим, я послушал бы в детстве, может быть, у меня был бы шанс сказать, да нет, все херня, как бы, это все херня. Это семья, зачем мне это нужно, нафига это надо, да, и так далее. Вам, священника, на этих уроках дети будут узнавать традиционные ценности нашей культуры на протяжении всего периода учебы. В прошлом декабре председатель русской православной старообрядческой церкви призвал... ...отбросить все эти привнес... Так, в чем проблема-то, чувак, а ты будешь как-то аргументировать? То есть ты будешь частные случаи, да, приводить? Ну, давай попробуем, давайте попробуем, в общем, тоже, да. Берем какое-нибудь высказывание какого-нибудь от атеиста. Так ты хочешь быть архимагом? Я архимаг уже, акселератор. Так вот, берем высказывание любого рандомного атеиста. Там, например, Сталина. Расстрелять, расстрелять. Сталин атеист. Сталин, блядь, расстреливал людей. Допустим, да, допустим, Сталин атеист. Сталин расстреливал людей, хотя был ли Сталин атеистом? Ну, мы не знаем, на самом деле, там довольно сложная ситуация. Но это не важно. Берем любого атеиста, не важно, кто атеист, кто не атеист. И главное, чтобы это был плохой атеист. Обязательно плохой атеист. Мы действуем по такому же принципу, как я, этот молодой человек, да. Ищем плохого атеиста. Вот, ищем плохого атеиста. Ищем у него плохие высказывания. Александр пишет, Сталин в семинаре учился, но он при этом как бы совок. Понимаете, здесь неоднозначно. Официально-то он должен быть атеистом, если по марксизму судить. Но при этом у него и стихотворения со всякими божественными сущностями есть. И такое. Я согласен, Александр. Вопрос о том, был ли Сталин атеистом, он неоднозначен. Но допустим, Сталин атеистом был. Да просто допустим. Нам не важно, был он атеистом или нет. Берем Сталина. Сталин там заставлял всех расстреливать. Следовательно, атеисты плохие. Такая логика у этого чувака. Там, не знаю, Ленин убил много людей тоже. Гражданская война на нем там висит. Ленин плохой человек. Ленин атеист. Все. Шах и мат. Атеисты плохие люди автоматически. Как-то так, да? Берем просто рандомные действия и высказывания отдельных каких-то людей, которые называют себя атеистами, и просто вот кидаем, накидываем, вот так вот пачкаем их. И потом говорим, о, как круто, о, о, какие мы молодцы, как мы все опровергаем. О, боже мой, как же так, как же так, какой-то православный чувак хочет, чтобы православие преподавали в школах. О, боже мой, кто бы мог подумать, да? В Российской Федерации оставаться единое законодательное пространство, или для регионов, большинство населения которых составляют мусульмане или буддисты, должно быть сделано исключение. А зачем? Пусть живут по православным законам. Но настоящее веселье начинается уже, когда политики являются не просто верующими людьми, и отличное дело каждого, а решают менять государство. Светское на секундочку. И чё, светское и не светское, плевать вообще. Пока что. В соответствии со своими религиозными воззрениями. Как-то меня спросили, если вы президент России, какие первые законы? Первое, это запрет изучения английского языка. Я потом поясню. Второе, это ликвидировать Министерство культуры. Сделать полную ревизию того, что мы финансируем. И потом принять решение, собственно, да, вознобавление, или, так сказать, оно и не нужно за ненадобность. Естественно, я бы закрыл все театры. Все театры? Все театры, да. Объясню почему. Ну, еще раз говорю, это моя, может быть, жесткая позиция, там, верующего человека. С 2006 по 2008 заместитель министра культуры Российской Федерации. Ныне председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре и сохранению историко-культурного наследия. Заместитель председателя... Почему так часто культура повторяется? Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Ну, да, акселератор. Вот этот чувак работает по такой вот, собственно, схеме. Он судит, по сути, по всему, о мусульманах судят только по ИГИЛу, да. По сути, так это и работает у чувака. Ну, вот, да. Это его стиль рассуждений. Вот такой вот. Какой-то рандомный политик неожиданно оказался верующим и несет какую-то ерунду. Театр — это альтернатива литургии. Согласен. Согласен с данным высказыванием. На самом деле, вообще, в принципе, все, что связано с искусством, очень легко переплетается с религиозными темами и с религиозными практиками, что очень важно. Искусство — своеобразная религия. У искусства есть определенные источники поклонения. Эстеты — это действительно своеобразные такие, знаете, миссионеры, с одной стороны. И они действительно распространяют определенные интеллектуальные ценности, которые берутся прежде всего на веру. Вообще, вкусы всякие вот эти вот. И основные ключевые авторы, которые многим нравятся, — это идолы. Это чистой воды идолы, иконы. Ну, то есть, то, что вот он говорит, то, что он говорит, не то чтобы бессмысленно. Знаете ли? Не то, чтобы бессмысленно. Александр пишет, актеры театральные говорят, мы служим в театре. Ну вот. Не, серьезно, я очень, кстати, давно рассматриваю искусство как своеобразную такую религию. И эта трактовка мне вполне кажется правдоподобной. И чем больше я людей знаю из искусства, тем больше я сталкиваюсь с этой самой религиозностью искусства. Ну, потому что фанатики искусства бывают вообще абсолютно бескомпромиссными. Вплоть до того, что мне морду, блядь, набить обещали. Ну, то есть, даже убить обещали меня за то, что я там критикую каких-то иконах, типа Прилепина, Захара и еще кого-нибудь. То есть, все бывает настолько плохо. Настолько плохо. Меня ни разу не обещал убить ни один христианин, который при этом, ну, православный. Если я критикую религию, меня ни один христианин не обещал убить при этом. А вот деятели искусства обещали. Меня санитисты даже убить не обещали ни разу, понимаете. Может, они злились, может, они были бескомпромиссны и довольно радикальны, но вот убить меня они не обещали. А вот люди, которые искусство любят, вот там весело сразу начинается. Театр, сцена, а вон... Ну, понимаете, в чем проблема, Джон Дойе? У кулинарии, у кулинарии нету институтов, понимаете, больших, как у искусства. У искусства института есть и каноны есть, очень большие каноны. Кулинария крайне разнообразна, кулинария очень сильно варьируется. Вот. Александр пишет, да, у нас там же Оришка. Но я про серьезно говорю, за искусство прям убить его могут. За кулинарию вряд ли. За кулинарию вряд ли, понимаете, в чем дело. Причем я именно, знаете, здесь не такое уж сравнение делаю. Я просто действительно утверждаю, что искусство – религия. У нее есть свои институты, у нее есть определенная форма оформления, у искусства есть определенная иерархия внутренней персонажей, есть более значимый персонаж, есть менее значимый. Есть определенная секта, есть определенные адепты, которые ходят, смотрят, потребляют, которым нравится, которые испытывают какие-то необычные чувства, несвойственные всем остальным, когда они смотрят на это вот произведение, то, которое происходит на сцене, допустим, испытывают то ли нравственное очищение, то ли ненравственное, то есть еще какое-нибудь очищение, знаете, душевное. И так далее, и так далее, и так далее. Когда речь идет о кулинарии, такого количества адептов там нет. В лучшем случае в кулинарии, в адрес кулинарии, мы можем сказать, что есть секта кулинарная. Допустим, есть некоторые люди, которые ну прям очень угорают по кулинарии, и когда они кушают, они прям оооо, как это классно, да, и прям кайфуют, кайфуют больше, чем все остальные, без каких-либо оснований на это объективных, да, у них просто субъективный такой, ой, я ем мясцо, там, и мне так нравится, допустим, да, это реально может быть сектой. И у этой секты могут быть специальные повара, у которых своя иерархия там такая, да, действительно, но кулинария не доросла до статуса религии, а искусство доросло. Кулинарии маловато. Кулинарии маленький размер имеет, поэтому религии ее трудно назвать, а вот искусство напрямую, напрямую можно назвать религией. Артисты и так далее, да, так сказать, это альтернатива. И знаете, появилось же это фактически там во времена Вольтера, ну так бурно расцвело. Ну, театры в Греции еще появились. А бывшему заместительу... Может, еще и раньше были. ...министра культуры. Никто про греческие театры не рассказывал? Ну, там, Эсхил, Сафокл... Хороший вопрос! Собственно, да, и в России это в 19 веке в основном. Что по Розанову и подготовила русская революция, потому что театр в полном смысле это замена, подмена литургии, подмена церкви, подмена, собственно, вот этого акта служения в храме. Ну, слушайте, я... Суждение нормальное, это суждение, как бы, оно, в принципе, дискуссионное. То, что он говорит, это можно обсуждать. Это не то, что следует высмеивать. Чувак сейчас будет над этим насмехаться, как бы, но... Это да, это так, скорее всего. ...мена храма. Так, Джон Дой, вы пишете, наши чиновники Министерства культуры не разбираются в культуре, вот это новости. Тут другой вопрос. Чувак не привел ни одного примера того, что он не разбирается в культуре. Ладно, театр. Окей. Один пример с театром. Чувак не разбирается в культуре из-за театров. Окей. Но тут, возможно, он оговорился, допустим. Возможно, он оговорился. Ну, в смысле, изучил. Другое дело, что его высказывание, которое он производит, чиновник, вполне так себе адекватно. Другой вопрос. Другой вопрос. Почему мы должны оставить только православие? Меня, например, вот этот ответ его не устраивает. Да, знаете, непонятно, почему должно быть в итоге только православие. Да. Да, допустим, театры действительно замена литургии, там определенные практики, определенные состояния, и зрители, и актеры испытывают совершенно странные вещи, честно скажем, необычные. Вот для обывателя это необычные вещи. Если человек правильно воспринимает искусство определенным образом, узаконенным в европейской культуре, то это считается полноценная и духовная практика, с одной стороны, и определенный процесс преображения. Это круто, это интересная штука, но она религиозная, она в корне религиозный характер носит. Вообще, когда речь идет о всяких театрах в древности, в античности, это нередко анализируется с точки зрения всевозможных мистерий, всевозможных сект, всевозможных тоже, знаете, ваканских там вот этих вот пиршеств каких-нибудь, чего-нибудь вот подобного. То есть это тоже на самом деле не то, чтобы такой, о боже мой, что он сказал, я никогда такого не слышал. Это вообще нормальная культурологическая концепция, если так копнуть еще глубже, если копнуть еще глубже просто. То, что он говорит, очень похоже на правду, как ни странно. Ну ладно. Вот, так сказать, посылки по этому поводу. Ну вот сюда вот с Карави существует религиозное государство, Иран существует. Просто я ничего плохого в религии не вижу как таковой, но ни в одной из религий я не вижу ничего плохого. Ну как ничего плохого? Я могу найти в каждой религии плохое и хорошее, я и в науке могу найти плохое и хорошее, в любой философии могу и плохое, и хорошее, допустим, найти, если очень сильно нужно будет. Просто идеальные примеры для подражания. Декларация о правах человека, вот, тоже в немилость попала. Защита человеческой жизни, права и свободы, декларация о правах человека, абсолютно либеральная позиция. Понятно, чем она заканчивается. Защита ЛГБТ-сообщества и вот эта вот, так сказать, современная культура, связанная в лучшем случае с Павленским, в худшем случае, так сказать, с разного рода садомистскими изобретениями. Защита ЛГБТ-сообщества и вот этой вот... Вы знаете, что мне кажется, что, возможно, по какому пути можно было пойти, потому что, еще раз говорю, если бы мы встали на одну из сторон идеологии, было бы просто. На самом деле, это сели бы 4 руководителя основных конфессий, 5, неважно, 6 нашей страны, да, и договорились, собственно, да, по большому счету, не о законе, если где-нибудь по новой конституции. Вот о чем мы сейчас говорим, потому что у нас... Вот о чем мы сейчас говорим, потому что у нас... А, вот и до особой конституции добрались. Еще раз повторю свой вопрос. А как в эту замечательную картину мира вписываются атеисты, агностики? Вот собер... Ой, атеисты, агностики. Ну, не знаю, создавайте свою религию, пацаны, давно пора. Как бы, на мой взгляд, то, что атеисты и агностики пытаются сказать, нет, мы не религия, а говорить, что атеисты, это религия, то же самое, что говорить, что как бы лысый этот цвет волос, там, да, блядь, религию создавайте, сколько, блядь, можно, заебали. У вас уже организации есть, у вас свои миссионеры есть, у вас свои попы есть, у вас, как бы, все формальные, как бы, практически... Практически все формальные, как бы, критерии религии вы уже соблюли, собственно. Осталось только вот до конца документально все подтвердить и какие-нибудь реально, ну, университеты создать атеистические, какие-нибудь там институты прям вообще атеистические, где тусят атеисты. Читают там книжки Докинза, допустим. Да, ну, окей, будет официальная религия, и вот, будет еще одна официальная религия, че нет? Ну... Берутся представители четырех основных конфессий и решат... Ну, буддисты, атеисты. Ну, вот от атеистов буддисты пусть будут. Если вы не можете свою конфессию создать от научных атеистов, ну, окей, сорян, как бы, ну, сидите, пердите. Чего представители четырех конфессий будут что-то там решать в жизни, в том числе и нерелигиозных людей? К чему... Так в смысле нерелигиозных? Ты абсолютно религиозный человек, чувак. Ты тотально религиозный человек. У тебя уже столько верований, столько религиозной всякой хуйни, которой ты нахватался из культуры, и которые никак не обоснованы ничем. Ну, то есть, одна религия на другой. Итоги пришли. Запрещаем английский, закрываем театры, меняем конституцию. В общем, заживем. Я очень надеюсь, что когда-нибудь подобные люди осознают, что они в этой стране не одни. И права человека... Тут понимаете, Александр, в чем дело? Когда речь идет о слове вера, 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 у нас появляется много разных трактовок, и атеисты, они любят сидеть сразу на двух стульях, да? Когда речь идет о всех религиях, они пытаются доказать, что у всех религий есть вера, а у них веры нет. Только проблема заключается в том, что они думают, что во всех религиях существует такая же вера, как в христианстве. А это не так. Вера преимущественно христианское слово. Преимущественно христианское слово. И то самое чувство, которым христиане обозначают веру, есть только у христиан. А вера в общем смысле, там, не знаю, то есть наличие убеждения, да? Если у вас есть убеждение, значит, вы во что-то верите. Она есть у ученых, у атеистов, у агностиков даже есть вера в этом смысле. У всех есть вера, кроме абсолютных скептиков. Упс. И вот здесь получается такой большой-большой протяжный упс, по той причине, что, ну... Ну, блядь, атеисты и агностики в таком смысле, в таком определении веры не становятся исключительным случаем каким-то. И это проблема, действительно. Которую люди обычно не замечают, к сожалению. Разделяющего их религиозного восторга. Это тоже проблема. И при этом наличие убеждения, в этом нет ничего как бы странного. Как, кстати, и в наличии христианской религиозной веры, тоже ничего особенного и странного нет. Ну, есть и есть как бы... Да, одна из возможных позиций, одно из возможных отношений к миру. Запредельному, в данном случае, миру. Ну, а пока, друзья, не забываем поддерживать этот ролик лайком, комментарием. Если вы впервые на моем канале, то можете подписаться. Кроме того, можно нажать на колокольчик, и тогда каждый понедельник в 17.00 вы, по идее, будете получать оповещение о выходе моего нового ролика. Субтитры сделал DimaTorzok